На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском округе прошло заседание регионального штаба по президентской программе социальной газификации. Вот эта вся инициатива, она прекрасная, люди очень довольны. И чтобы ее реализовать, нужно подготовиться всем сторонам. Депутат Московской областной думы Владимир Жук встретился с волонтерами молодежных организаций. Мы собрали ребят для того, чтобы послушать их, чем можно помочь, какие есть предложения для того, чтобы работа была в волонтерском центре, были эффективны. Первая контейнерная площадка проекта Мегабак появилась и в Ленинском городском округе. Здесь за каждым контейнером закреплена компания, которая перерабатывает вот этот так называемый мусор. Этим летом в Подмосковье стартовала президентская программа социальной газификации. В режиме видеоконференции в Ленинском округе прошло заседание регионального штаба. Участники обсудили проблемы, возникшие в различных муниципалитетах. Прогресс проведения программы в Московской области и безопасность граждан, использующих газовое оборудование. Тепло должно быть в каждом доме. Такую цель преследует президентская программа социальной газификации. В администрации Ленинского округа прошло заседание регионального штаба. Его участники, главы муниципалитетов, министр энергетики региона и представители Мособлгаза отчитались за проделанную работу перед вице-губернатором Московской области Евгением Хромушиным. На данный момент уже подано более 400 заявок на проведение газа от жителей округа. Комплексные договоры заключили 95 человек. На встрече участники обсудили и вопросы безопасности в домах региона. Известно, что помимо установки оборудования, организации обязаны периодически проверять его состояние. Отчитываться о проведенных работах газовые компании должны через мобильное приложение. Сегодня получается так. Я считаю, что если у нас, включая МКД, это минимум 2 миллиона абонентов и должны были прийти раз в год, то фактически у меня, по крайней мере, к миллиону человек должны были кто-то хоть раз прийти с обслуживанием газового оборудования. И, соответственно, у меня в системе должно быть миллион записей. Ну, даже если было бы 500 тысяч, даже если бы 300 тысяч было, я бы не переживал. Сейчас я говорю, что эта вся работа носит фиктивный характер. Вот. Соответственно, мы с этим будем жесточайшим образом вместе с коллегами из прокуратуры бороться. Сегодня в Ленинском округе расположено 54 населенных пункта, вошедших в программу социальной газификации. 9 из них относятся к территориальному отделу Булатниковская. С его жителями встретились члены регионального штаба. Сегодня жители достаточно хорошо уже информированы были, потому что мы стартовали уже месяц, идет этот старт. То есть, и, наверное, основной вопрос это был как раз не от жителей городского округа, а именно от СНТ. Ну, на эти вопросы отвечал и Андрей Юрьевич, наш губернатор, и Владимир Владимирович очень конкретно отвечал о том, что СНТ, находящаяся в границах городского округа, труба будет подведена к границе СНТ. На сегодняшний день в рамках действующего законодательства за разводку газопровода внутри садового товарищества отвечают сами жители. И сегодня есть разные ситуации на территории. Где-то газопроводы люди к частным подворьям самостоятельно за свои деньги тянули, а где-то люди складывались. То есть, это уже, можно сказать, что это уже путепровод они уже сделали. Что теперь с путепроводом делать, который уже построен был ранее? Вот, конечно, вот эта вся инициатива, она прекрасная, люди очень довольны. И, ну, чтобы ее реализовать, нужно подготовиться всем сторонам. Нужно подготовиться как Мособулгазу, так и людям на месте. С картой и датами проведения газификации в Ленинском округе можно ознакомиться на сайте Министерства энергетики Московской области. Если населенный пункт вошел в программу, то строительство сетей до границы участка будет проведено бесплатно. Депутат Московской областной думы Владимир Жук в ходе рабочего визита встретился с волонтерами молодежных организаций Ленинского городского округа. О том, как прошла встреча, расскажет наш корреспондент Екатерина Борисова. 3000 масок и наборы латексных перчаток штаб волонтеров Ленинского городского округа получил в дар от депутата Московской областной думы Владимира Жука. Пандемия длится уже второй год, а нуждающихся в помощи становится только больше. Поэтому средства индивидуальной защиты нужны всегда. Спасибо огромное за такую поддержку, за средства индивидуальной защиты. Штаб молодой гвардии возобновил работу. Мы помогаем пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, семьям, которые нуждаются, доставляем лекарства, продукты питания. Это далеко не первая помощь молодым активистам от депутатов Московской областной думы. Это не последний, конечно же, наш подарок волонтерскому центру Ленинского городского округа. Эта работа будет продолжена. Но сегодня самое главное, мы собрали ребят для того, чтобы послушать их, чем можно помочь, какие есть предложения для того, чтобы работа была в волонтерском центре более эффективной. Волонтеры рассказали, что находятся в постоянном контакте с представителями администрации муниципалитета и благодарны им за всестороннюю поддержку. Сейчас более 30 волонтеров работают на пунктах вакцинации, проводят просветительскую работу с населением и помогают медикам. Где-то не хватает людей, чтобы заносить какие-то данные в карточки, сведения. Вот волонтеры очень активны. Последний запрос был предоставить возможность сеть волонтеров, хорошо владеющими компьютерными технологиями, потому что нужно было работать через систему интернета. Всего в Подмосковье трудятся более 10 тысяч волонтеров. И с каждым годом таких бескорыстных, отзывчивых людей становится все больше. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях врач-отоларинголог Видновской районной клинической больницы Владимир Васильевич Архипов. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Здравствуйте, Максим. Ну, лето – традиционное время кондиционеров, сквозняков, открытых окон в мучающихся автомобилях. Чем чреваты, наверное, именно кондиционеры, потому что они сейчас работают бесперебойно у всех? Ну, что могу сказать, Максим, по поводу кондиционеров? По-моему, преимущество их очевидно. То есть, ну, во-первых, они создают оптимальный температурный режим в помещении, что способствует уменьшению нагрузки на сердечно-сосудистую систему, и, собственно говоря, от этого стабилизация давления. То есть склонность к гипертонии гораздо выше тогда, когда в помещении жарко. Второе, то есть в данный момент кондиционеры, которые сейчас используются, как правило, они воздух очищают от мелкой пыли. Но это основное. Но при использовании кондиционеров есть также и несколько подводных камней, о которых я хочу с вами поделиться. То есть, ну, что, во-первых, на что нужно обращать внимание? То есть при использовании кондиционеров в помещении, нужно смотреть, чтобы те же самые кондиционеры, струя направленного воздуха была не сильной. То есть использовать турборежим при наличии людей в помещении нежелательно. И, соответственно, направлять струю именно на присутствующих людей. То есть в идеале получается, что тогда, когда в помещении отсутствуют люди, можно включать, все это дело кондиционировать, доводить до нужной температуры, и затем отключать кондиционер, и после этого уже входить в помещение. То есть это оптимальный вариант. Вторым камнем подводным в данном случае является что? Ну, те же самые кондиционеры при работе в помещении, они используют воздух, тот, который находится в самом помещении, не забирая его с улицы. Ну, воздух охлаждается, охлаждается, но охлажденный воздух – это не есть свежий воздух. Почему? Потому что, допустим, в свежем воздухе присутствуют так называемые легкие аэроионы, которые больше всего находятся в сосновом бару, где-то у водоема. Ну, в городе их намного меньше. В закрытом помещении их практически нет совсем. Поэтому и свежий воздух, и охлажденный воздух – это две разные вещи. Поэтому тогда, когда мы используем работающий кондиционер, это не значит, что воздух будет свежим. То есть это всегда нужно учитывать. Поэтому режим проветривания в помещении не отменяется. Оптимальная температура в помещении примерно 22-25 градусов. Сейчас в помещении температуру стараются сделать как можно ниже. Но это абсолютно неправильно, потому что резкий перепад температуры как раз ведет к простудным заболеваниям. Если на улице плюс 35, или, допустим, плюс 30, то перепад температуры между улицей и помещением должен составлять от 5 до 10 градусов, но не больше. То есть, входя, скажем так, с улицы, разгоряченным человек, попадая в комнату с работающим кондиционером на 17 шанс заболеть, у него вырастает многократно за счет резкого переохлаждения. Скажите, если люди почувствовали какие-то недомогания, то есть обязательно ли обращаться к врачу, или в принципе ряд симптомов может быть таким, что не стоит сразу бежать к медикам, у которых сейчас, как мы знаем, и так, в общем, забот хватает? Все хронические заболевания могут при работающем кондиционере обостряться. Вот. Ну, для начала нужно посмотреть, что же это в себе ведет. То есть, может быть, проявление, как начинающегося гайморита, фронтита, вот, хроническое, обострение хронического фаренгита, но это не значит, что вот именно прямо тут же вы заболели. То есть, это не факт. То есть, нужно посмотреть, ну, применить хотя бы какие-то, ну, можно масляные, какие-то спреи в нос, вот, чтобы как-то немножко смягчить слизистую носа. Можно, допустим, те же полоскания противовоспалительные для горла. Если в течение нескольких дней это не помогает, значит, я думаю, что стоит обратиться к врачу, чтобы тот решил, что же у вас на данный момент. Ну, тут хочу вот именно провести аналогию между, как говорится, автомобилем и кондиционером. То есть, в каком отношении? Я говорю, все мы любим кататься на автомобиле, и нам это очень нравится, но, тем не менее, тот же автомобиль является средством повышенной опасности. И для того, чтобы, говорится, на нем ездить, нужно, первое, соблюдать правила, то есть, те же самые кондиционеры используют правильно температурный режим, использовать, так сказать, расстояние до него, не направлять именно на человека струю. Вот, а второе, чтобы уфти был в хорошем техническом состоянии, то есть, его нужно обязательно периодически чистить. Тогда не будет накопления никаких бактерий, и, скажем, его использование будет, ну, благоприятным для организма. Ну, надеюсь, наши зрители прислушаются к вашим советам. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был врач-отоларинголог Винновской районной клинической больницы Владимир Васильевич Архипов. К другим новостям. Проект «Мегабак» создан в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его целью является увеличение доли сбора в регионе вторичного сырья и его дальнейшей переработки. Для этого создаются специальные контейнерные площадки. Одна из них появилась и в Ленинском городском округе. Свежий асфальт, недавно покрашенные контейнеры. В промзоне Видного, в районе Белокаменного шоссе, на четвертой линии появилась площадка проекта «Мегабак». Теперь при наличии крупногабаритного мусора или отходов, которые могут быть переработаны, не надо захламлять городские контейнерные площадки. «Здесь будут собирать все ненужные вещи, которые у людей скапливаются, чтобы они не выбрасывали это все на помойку, не делали хлам, как говорится. А это все будет собираться уже здесь. Люди будут сюда привозить бытовую технику, где-то спил, где-то разбирают мебель и так далее. Все будет привозиться сюда. Также и стекло, старая одежда, пластиковые бутылки. Как мы видим, есть и прием бушных шин, чтобы это все не валялось по городу, не разбрасывалось где-то, не создавались несанкционированные свалки и так далее». Приехать сюда может любой желающий и выгрозить любой мусор. Это абсолютно бесплатно. Пока площадка работает по вторникам и воскресеньям с 9 до 18 часов, но в ближайшее время планируется выход на ежедневный и круглосуточный режим работы. Над каждым баком здесь есть указатели, для чего именно они предназначены. Лампы, пленка, пластик, картон. Но с непривычки человек может растеряться, поэтому в дни сбора мусора здесь будут дежурить специальные люди, которые помогут сориентироваться и даже помогут разгрузить то, что вы привезли. Главная отличительная черта этого мега-бака от обычной контейнерной площадки не в размерах. Привозя отходы сюда, люди не только будут заботиться о чистоте своих дворов, но и улучшать экологию и делать свой вклад в переработку мусора, что куда лучше, чем его захоронение на полигоне. «Здесь за каждым контейнером закреплена компания, которая перерабатывает вот этот так называемый мусор. И, соответственно, мы даем этому мусору вторую жизнь. Вот в Ленинском городском округе это такая первого своего рода площадка. Мы уже только открыв ее увидели, что она пользуется популярностью». И действительно, за те полчаса, которые мы снимали, на площадке проекта «Мега-бак» контейнеры пополнились очередными отходами. Одна из машин привезла несколько старых автомобильных шин. Добросовестный владелец гаража на Березовой улице решил поступить правильно и привезти ненужную резину сюда. «Разобрать гараж. Понадобилось место. Вот и...» «Насколько вот... Ага. Насколько удобно вот именно здесь это делать?» «Я, честно, не знал, куда их деть. А тут вот так вот внезапно появилось место, куда их можно беспрепятственно вывезти. Очень удобно». В настоящий момент в администрации округа анализируются первые результаты работы и в ближайших планах открыть подобные контейнерные площадки проекта «Мега-бак» во всех поселениях муниципалитета. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.